Мэр Львова Андрей Садовой должен немедленно решить проблему с мусором или уйти в отставку. Об этом во время заседания Верховной Рады заявила народный депутат от БПП Оксана Юринец. Давайте посмотрим видеофрагмент выступления. З найвищого органа України заяви, що сьогодні Львів фактично гине. З центрального европейского міста він перетворюється на смертючі сміттєзвалище, а ще гірше – екологічно загрозливе місце. Бо коли температура повітря пересікає позначки найвищі, це стає загрозою для здоров'я мешканців нашого міста. Насамперед хотіла б звернутися до представників фракції «Самопоміч». Я вкотре повторюю – в єдності наша сила. І нам потрібно рятувати не Андрія Івановича, а мешканців і гостей Львова від сміття. За рік від часу трагедії на Грибовичах Львівська міська рада витратила 350 мільйонів на транспортування сміття, куди тільки можна по всій Україні. Це при тому, що уряд виділив 14 майданчиків для цього саме в Львівській області. Проте львівська влада чомусь вибрала ними не скористатися. Можна було пополювати до відсутності грошей, але лише за останній місяць покладено на депозитні рахунки 150 мільйонів. Як депутат, як жінка, як мама, зрештою, як просто львів'янка. Я по-людськи звертаюся до вас, до влади міста, з проханням припинити переслідування власній інтереси. І повернути місто той європейський статус, який він здобував протягом багатьох століть. Андрій Іванович, негайно вирішуєте проблему зі сміттям або добровільно діть у відставку. Такі заяви делают народні депутати від блока Петра Порошенка. Увидимо, якій буде реакція на них. Ну а руководитель департамента львівської обладміністрації Ольга Березюк объявила голодовку возле мэрии Львова в знак протеста проти бездействия мэра Андрея Садового в решении мусорного кризиса. Об этом пишет Зик, і у нас є пряма цитата. «Это моя идея. Она возникла, поскольку, так кажется, в 21 веке существует только такой способ коммуникації. Я требую Садового перестать заниматься популизмом, делать громкие заявления, а делать реальные шаги», – заявила она. Ну а сейчас мы связываемся с народным депутатом Украины, с Григорием Шверком, будем обсуждать с ним эту тему. Хотелось бы узнать его видение этой проблемы, насколько все-таки возможно, то, что действительно голодовки помогут решить эту проблему, и возможно ли то, что Андрей Садовой все-таки пойдет в отстатку по собственному желанию. Пока мы связываемся, есть такая информация. Депутаты самопомочи заночевали под администрацией президента в знак протеста против игнорирования властью вопроса львовского мусора. Под открытым небом семь депутатов Политсилы и ее парламентский лидер Олег Березюк заночевали. 19 июня под зданием администрации президента начал голодовку лидер парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк. Он протестует против издевательства над Львовом, которое, по его мнению, выражается в мусорной блокаде города со стороны команды президента. Ну и, к слову, вчера мы связывались с Олегом Березюком, и он нам говорил, что, по большому счету, отсутствие президента в здании администрации президента не является таким весомым аргументом, потому что, по большому счету, как говорит сам Олег Березюк, президент – это не только Петр Порошенко, это в целом власть страны и в целом администрация президента. Поэтому страной правит не один человек, как он говорит. Именно поэтому они решили блокировать и бастовать под зданием именно администрации президента. Но я хочу напомнить вам, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире, работаем для вас, и в любой момент вы можете позвонить к нам в студию по номеру 050-210-08-98 или написать на нашу страницу в Facebook LiveLotLive. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашим проблемам, и, возможно, таким образом они смогут решиться. Но мы сейчас все еще связываемся с народным депутатом Украины, и хотелось бы услышать его видение. Видим, что сейчас действительно очень активно в кулуарах Верховной Рады обсуждается проблема львовского мусора. Проблема эта, к слову, не новая, эта проблема существует уже довольно долго, но непонятно, почему такой ажиотаж она вызывает именно сейчас, почему именно в данный момент, в данный период начали активно обсуждать эту тему. У нас уже есть на прямой линии народный депутат Украины Григорий Шверк. Григорий, здравствуйте. Алло. Григорий, здравствуйте. Хотели бы обсудить с вами такую самую актуальную, наверное, на данный момент тему, которая очень активно обсуждается всеми и СМИ, и народными депутатами также. Хотелось бы поговорить о ситуации с мусором во Львове и ситуации с бездеятельностью Андрея Садового в этом вопросе. Сейчас видим, что члены БПП говорят о том, что Садовому имеет смысл либо в ближайшее время решить эту проблему, либо пойти в отставку. Многие депутаты от самопомощи, к примеру, уже начали даже голодовку по этому вопросу. Ваше мнение к этому вопросу каково? И по вашему мнению, насколько все-таки возможно и какими путями его решить в ближайшее время? Ну, мое мнение по этому поводу следующее. За все, что происходит в городе Львове, в том числе за мусор, отвечает законно избранная городская власть в лице мэра и городского совета. И по моим оценкам, с учетом того, что мэром города является Андрей Садовой уже многие годы, он вообще-то имел возможность решить эту проблему. Поскольку эта проблема не решена, и не видно путей ее быстрее, а ситуация становится такой уж очень угрожающей для жителей Львова, то, с моей точки зрения, что настало время центральной власти подключиться к этому вопросу, не просто там советами и помощью такой удаленной, а активно решить вместо мэра эту проблему. Потому что, на самом деле, власть для этого и нужна. Если местные власти не справляются, помочь им. Или решить за них. Мне кажется, это эмоциональное действие со стороны коллеги самопомощи. Мне уже давно наш коллега, депутат Недава, который работает в соответствующем комитете, предлагал создать в рамках комитета рабочую группу конкретно по этому вопросу, куда можно было бы пригласить и представителей местной власти Львовской, и центральных министерств для того, чтобы попробовать найти конструктивное решение по этому вопросу. Но, как я понимаю, сейчас в значительной степени там роль играют политические задачи, политические амбиции, а не проблемы конкретного города и конкретных людей города. Это же не ко мне вопрос. Это коллегам, которые это организовывают. И, честно говоря, для меня это все странная немножко ситуация. Но, как я представляю, здесь такая логика, что за все в этой стране в конце концов отвечает президент, и они призывают президента вмешаться в эту ситуацию и помочь решить львовскую проблему, которую не удается решить пока местными силами. Если говорить о путях решения, опять же, в принципе, много раз уже звучало в этой конкретно теме возможность создания какого-нибудь перерабатывающего мусорзавода или чего-то в этом духе. По вашему мнению, возможно ли это создать такой завод в ближайшее время, в краткие сроки? И если да, то какими методами? То есть это должно быть финансирование от государственной помощи? Или это должны быть, возможно, какие-то областные или городские власти должны этим вопросом заняться? Для того, чтобы понять решение этого вопроса, достаточно почитать страничку Днепропетровской администрации, которые объявили тендер на создание мусороперерабатывающего завода, точнее двух, на территории Днепропетровской области. И стоит очередь из 30 инвесторов, которые за свои деньги готовы построить два таких завода. Причем им не нужно даже повышать тарифы. Они даже будут платить этот мусор, который к ним будет поступать, для того, чтобы на базе него строить, делать какую-то продукцию строительную. И единственная проблема в этом подходе, что для того, чтобы эти заводы построить, нужно года два. Поэтому если бы власти Львова занялись этим вопросом пять лет назад и создали бы благоприятные условия для инвестиций по этому поводу на своей территории, то с моей точки зрения этот вопрос бы уже отсутствовал. Сегодня очевидно, что два года ждать невозможно, потому что там уже задыхается город. Я считаю, что это должно быть параллельное движение. Решать этот вопрос глобально с созданием подобных заводов и параллельно решать тактически этот вопрос, вывозя мусор из Львова. Григорий, мы хотели бы с вами еще одну тему обсудить. Хотели бы поговорить по поводу новой концепции закона о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которую представил Александр Турчинов, секретарь СНБО. По вашему мнению, видели ли вы это объяснение, эту концепцию? И по вашему мнению, насколько возможно все-таки то, что сейчас будет принят этот новый закон, законопроект, изменяющий форму введения конфликта с Российской Федерацией и с оккупантами. И изменится, возможно, формат АТО. Об этом уже многие говорят. По вашему мнению, насколько это возможно? И какое вы видите решение этого вопроса? Смотрите, я не видел этого законопроекта. Я слышал некоторые слова людей, которые этот законопроект комментируют, в том числе и людей, которые работают над этим законопроектом, и в их комментариях. Поэтому я могу только там по слухам говорить об этой теме. С моей точки зрения обсуждать документ, которого не видел, это такая немножко безответственная ситуация. Поэтому я бы сказал примерно следующим образом. Я очень надеюсь, что этот законопроект, который в конце концов появится, внесет какие-то новые движения в ситуацию, касающуюся временно оккупированных территорий Логанской и Донецкой Адлокслей. Но сказать что-то конкретное не могу, потому что не видел и не читал. Но если говорить в целом о последних заявлениях по поводу того, что нужно все-таки менять формат АТО и нужно принимать какие-то законопроекты, уже много, опять же, законопроектов разрабатывается на эту тему, много представлялось их. По вашему мнению, почему именно сейчас идет такое заострение внимания и к чему все это движется? По вашему мнению, все-таки, опять же, будет ли изменен формат введения борьбы с оккупантами и все-таки, чего стоит ждать жителям Луганской и Донецкой областей? Ну, смотрите, я могу сказать только свое мнение по этому поводу, потому что это как бы, ну, текста не видел, да? Но мысль моя в инстраховом поводу звучит примерно следующим образом. С моей точки зрения, большинству людей уже достаточно очевидно, что ожидать положительного решения в рамках Минского соглашения в ближайшее время вряд ли приходится, потому что каких-то движений со стороны наших врагов в этом вопросе не наблюдаются положительно. Поэтому ожидать, что там через месяц, два, три, год пройдут выборы под украинскими флагами с разоруженными воинскими формированиями и выведением российских войск, ну, как бы маловероятно. Поэтому возникает вопрос, если это маловероятно, то что делать? И с моей точки зрения, ответа на этот вопрос на сегодняшний день в стране нет. Есть разные варианты ответа у разных людей, но общего ответа, консенсуса в обществе по стратегии, как мы будем реинтегрировать оккупированную территорию, на сегодняшний день нет. И если это закон, он предназначен для того, чтобы начать обсуждение этого вопроса и выработать общий подход, а что нам реально нужно делать для того, чтобы эти области оккупированные, причем не территории в первую очередь, а люди, которые на этих территориях жили, стали полноправными гражданами Украины, вернулись на родину и имели все необходимые права и возможности граждан Украины, этот вопрос на часе, причем он на часе ровно с того момента, когда все больше очевидно, что минский формат, ну, как бы не дает положительного результата. Если это закон для этого, то я приветствую эту дискуссию. Если это закон для чего-то другого, я не могу пока сказать, для чего, потому что текст они видят. Григорий, спасибо вам за то, что включились в наш эфир и ответили на мои вопросы. И я напомню нашим телезрителям, что мы общались с народным депутатом. Григорий Шверк был у нас на прямой телефонной связи. Субтитры создавал DimaTorzok